Около сотни спортсменов из 14 стран. Сочи впервые принимает этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок. Сегодня, в первый соревновательный день, медали начали разыгрывать девушки. В числе фаворитов, несомненно, российская команда. Они сильнейшие. Тем более, они в родных стенах сейчас выступают. И, возможно, от этого еще сильнее будут. Юниоры также достойно представляют себя как национальная сборная, взявшая на Олимпийских играх в Рио две золотые и одну серебряную медаль. Но я еще отмечу команды Польши и Японии. Они тоже сильны. И я думаю, здесь будут зрелищные поединки. Российскую команду представляют чемпионы мира 2016 в командных соревнованиях. София Познякова, Ольга Никитина, Константин Лоханов, Василий Шершов и другие ведущие спортсмены. Все они готовились к турниру в Сочи на базе Федерального спортивного центра Югспорт. И в этом сезоне достаточно неплохие результаты демонстрируют. Поэтому это повод для нас и для болельщиков надеяться на хорошее выступление наших спортсменов. Мы достаточно планомерно готовимся к главному старту сезона – Капрельскому чемпионату мира среди юниоров. То, что российская команда сильна, подтверждают и все участники турнира. Марта Мазурек представляет Польшу. В октябре в Болгарии прошел Кубок мира среди юниоров, где она проиграла три очка россиянке Алине Михайловой. К этим соревнованиям тщательно подготовиться не смогла из-за травмы ноги. Я думаю, у российской команды все возможности занять высшие места на этом турнире. Девочки особо опасны. Но я думаю, что каждый может постараться и одержать победу на этих соревнованиях. Сегодня прошли личные турниры среди девушек. Пальма первенства у россиянок. Завтра состоятся поединки среди юниоров. А в воскресенье пройдут командные соревнования и финальные встречи в личном зачете. Поболеть за спортсменов могут все желающие. Вход на турнир свободный. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.